Ежедневно Октябрьскую железную дорогу возле ЖК Солнечная система и две столицы в этом месте переходят сотни человек. Вопреки неутешительной статистике, люди продолжают осознанно рисковать жизнью. Вместо пути безопасного выбирают тот, что покороче. Ленинградская остановка, поэтому, как сказать, самый удобный способ добраться до метро. Быстро, да. Да, ну и приходится каждый день ходить. Потому что, если садиться здесь, на местные маршрутки, то очень долго на Репино переезд и очень долго стоишь в пробке. И намного выгоднее просто перейти дорогу и пойти на трассу. Долгожданная стройка началась осенью прошлого года. Глава округа Дмитрий Волошин проверил ход работ. Сейчас уже на 80% готова одна из башен. К концу этой недели должны приступить к остеклению. Для того, чтобы уложиться в срок и выиграть время, некоторые работы подрядчики начнут раньше. Мы начнем с остекления раньше не по графику, например. Мы приступим к каким-то инженерным вещам раньше, чем планировали. Для того, чтобы в итоге выйти на финишный срок, как запланировано, согласно графике. Рабочие возвели опоры для пролетной конструкции. На другой стороне строители вовсю трудятся над подготовкой площадки для второй башни. Ее возведут в середине апреля. После этого можно будет соединять. Администрация будет продолжать контроль. Раз в три дня сотрудники управления капитального строительства города находятся здесь на объекте и проверяют график, поставки материалов, количество людей, техники. И я думаю, что мы все-таки летом его с вами примем, как и договаривались и планировали. Будущий мост будет 90 метров в длину и 4 метра в ширину. Полностью завершить строительство важного и нужного горожанам объекта планируют к августу 2022 года. Редактор субтитров А.Семкин